Всем привет! Вы смотрите Мир Музыки. Меня зовут Владимир Исаев. И сегодня у нас на обзоре телекастер с двумя хамбами от компании Fernandes TE1Z. Поехали! Известие. У компании Fernandes появились телекастеры. Да не просто телекастеры, а телекастеры для настоящих рокеров с двумя хамбакерами с крышечками, чтобы еще и смотреться стильно. Вкратце, вот и все. Пока-пока. Нет, конечно, давайте посмотрим, что дальше. Дека у гитарки. Из ольхи. Гриф. Клен. Клен. С накладкой из палисандра. Как я и сказал, хамбакеры с крышечками. 21 лад, чтобы добавить винтажности и атмосфере общей гитары. Переключатель туда-сюда. Три позиции. По классике все. Без пуш-пулов, никаких отсечек. Все только строго по року. Громкость тон. Фиксированный бридж. Струны сквозь корпус. Ну, в общем, все как мы любим. Ах да, винтажные колочки с пролезями. Многие такие любят, включая меня. Очень классно менять струны, ничего нигде не торчит. Не локовые, но отчего уж тут локовые, это было бы еще и лишним. Ах да, чтобы лучше звучать, она еще есть вот такая черная. Но мы попробуем сегодня на беленькой, потому что она лучше смотрится. Потому что ее лучше видно, когда вы на сцене. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как обычно, поиграли, сделали какие-то выводы. У меня гитара просится в жанр постпанк или просто поппанк. Но это только у меня. Но я большой пропагандист того, что гитара сама говорит, что играть. Интересно, что было бы, если бы я взял гитару черного цвета. Тут бы я, наверное, вспомнил, что Джим Рут тоже пользует гитары с хамбакерами, между прочим. И что на ней можно и нужно играть чуть более агрессивно. При этом на чистом звуке тоже пощупал. И, конечно же, хамбакеры придают свой оттенок другой. Но телекастерная суть, она все равно продавливает. Продавливает любовь к игре кленовых партий. Любовь почесать здесь на этой гитарке, благо, ничего не мешает. В руках лежит как... Вот как выглядит. Так и лежит в руках. Прям как телекастер. Никаких скосиков комфортных. Пятка. Я знаю, многие сейчас такие, зачем делать в 21 веке? Мы вообще-то в 2023, а у вас тут пятка без скосов. По причине многим нравится. Я, например, никогда не находил, чем это может помешать. Потому что, откровенно говоря, и так... Тут и так 21 лад. Вот уж далеко добираться. Вот уж комфортный скос пятки, чтобы добраться до 21 лада. Не. Там классики как-то на классических гитарах как-то до 21 ладов добираются. Ну не, ну не важно. Это я так. На самом деле, все удобно. У гитары профиль грифа такой довольно маленький. Кстати, для любителей и не любителей лакированных грифов здесь такой прям откровенно лакированный гриф. Если вы любите винтажные фендеры, если вам нравятся серии Avri, если вам нравятся серии Classic Vibes, то вот от таких лакированных блестящих грифов исходит именно такая атмосфера. Некоторые говорят, что им неудобно пальцу. Я должен сказать, что мне офигительно удобно пальцу, потому что когда гитары не лакированы, я натираю себе палец. Слегка шершавый гриф мне прям... Я не могу, мне не нравится. Я знаю, что большинство людей любят, когда не лакированы грифы. Но если вы такой же, как я, то вам подходит. Вот. Что еще сказать про гитару? Да, в общем-то и все. Прекрасная гитара. Если вам понравился обзор, не спешите сразу же ее покупать, спешите послушать в магазине. И когда она вам понравится тоже, так же, как и мне, вот тогда берите. Но самая главная мысль... Приходите в мир музыки. Здесь есть такая гитара, черная гитара, еще множество разных гитар. Фернандес, некоторые из которых сделаны специально для магазина мира музыки, так сказать, эксклюзив. Поэтому приходите, слушайте. А кроме того, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии внизу, там нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, еще дополнительно подпишитесь на наш Телеграм-канал. Там видео выходят даже раньше, чем на Ютубе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok